МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Картина дня в репортажах журналистов МТК-Видео на канале ТНТ. В этом выпуске. За махинации с зарплатой. Губернатор Магаданской области объявил об увольнении начальника пожарно-спасательного центра. Гелут купит дорожный пылесос в Швеции. Он пополнит автопарк уборочной техники. В Вольский детский сад поедет комиссия правительства Колымы. Там воспитатель наступил на ребенка. Об этом и многом другом за 15 минут. Губернатор Магаданской области Сергей Носов объявил начальнику пожарно-спасательного центра Евгению Кривоберицу об увольнении. На встрече с главой региона пожарные рассказали, что их заставляли подписывать заявление о снижении премии на 20%. При этом руководство поясняло, в бюджете организации денег на эти цели нет. После финансовой проверки учреждения ревизоры выявили необоснованные выплаты. На материальную помощь руководителю и главному бухгалтеру в сложный экономический период пожарно-спасательного центра нашлись более полумиллиона рублей. Простым гражданам, работникам, пожарным рассказываем, что у нас нет денег, чтобы им платить зарплату достойную. Товарищ Кривоберец, я спрашиваю, это как понимать? Сергей Носов дал поручение обнародовать предоставленные акты по начислению материальной помощи, передать их в прокуратуру и начать разбирательство по делу Евгения Кривобереца о его увольнении. Гэлут купит дорожный пылесос. В Магадане до сих пор нет снега, однако много пыли. По словам специалистов, влажную уборку в этот период проводить нельзя. Пылесос, купленный 10 лет, больше неэффективен, и поэтому на городских улицах не появляется. В связи с этим городские власти решили пополнить автопарк магаданской уборочной техникой. Было принято решение о том, чтобы предприятие Гэлут на следующий год обязательно закупило новую технику. Она достаточно высокопроизводительная. То есть, если мы один хороший пылесос в город Магадан купим на базе КАМАЗа, оборудование на самом деле шведское. То есть, пылесос сам шведский, а везет его наш КАМАЗ. Машины позволяют полностью автоматизировать процесс очистки дорог и проезжей части. Цена на такую технику варьируется от 15 до 100 миллионов рублей. Ремонт в подъезде для семьи с ребенком с ограниченными физическими возможностями. Жительница дома по адресу Портовая 31-12 второй раз обратилась к мэру Магадана Юрию Гришану за помощью. Два года назад здесь уже установили пандус для спуска с крыльца. Теперь Наталья Могильникова просит сделать шире дверные проемы в подъезде для инвалидной коляски, установить удобные двери и сгладить пороги. Несмотря на то, что семья живет на первом этаже, преграды существенно затрудняют каждый поход на улицу. По результатам этого осмотра будет принято решение возможности либо невозможности адаптации мест общего пользования по приспособлению для передвижения маломобильных групп населения. Разработана проектно-сметная документация в случае возможности и проведен открытый аукцион по отбору подрядной организации на предмет выполнения данных работы. Юрий Гришан обратил внимание на крыльцо подъезда, но не соответствует нормативным требованиям. Мэр поручил Управление технического контроля установить современную лестницу. К ремонту приступят уже в следующем году. На обустройство подъезда потратят около миллиона рублей. Воспитатель наступил на ребенка. В социальных сетях появилось видео из Ольского детского дома «Золотой ключик». На нем отчетливо видно, как воспитательница наступает ногой на упавшего на землю ребенка. Съемку вел отец пострадавшего. Следственный комитет начал проверку, в ходе которой дадут юридическую оценку действий воспитателя. Предварительно установлено, что 22 октября этого года во время прогулки 62-летний педагог детского сада «Золотой ключик» поселка Ола применила физическую силу в отношении воспитанника младшей группы. Доследственная проверка по данному факту проводится Ольским межрайонным следственным отделом по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом Б, части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно, оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. В ходе доследственной проверки следователи установят все обстоятельства данного происшествия, а также мотивы, по которым воспитатель совершил данные действия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение о наличии либо отсутствии действия воспитателя признаков уголовно наказуемого деяния. Глава региона Сергей Носов взял данную ситуацию под личный контроль. По поручению губернатора сформирована специальная комиссия под руководством заместителя председателя правительства региона Андрея Белозерцева для выяснения всех обстоятельств случившегося. Сообщения о случаях насилия и нарушения прав и свобод детей принимают по телефонам, указанным на экране. По многочисленным просьбам соцработников на один километр продлили маршрут пятерки. В Магадан едет знаток элитарного клуба «Что, где, когда». Гости столицы проведет интеллектуальные семинары. Котенок Мэй-Кун с человеческим лицом пугает соцсети. Видео в рубрике «Мобильный репортер». На один километр продлили маршрут автобуса номер пять. Теперь по желаниям горожан три раза в день транспорт будет останавливаться у дома 10 на улице Пионерской. В схему движения пятерки также включили новый остановочный пункт «Дом-интернат». Такое движение автобусов будет осуществляться утром и вечером в будни, кроме воскресенья. В остальное время маршрут выполняют по схеме «Автовокзал», «Снежная долина», «Телевышка». Пришлось немного переработать расписание движения, потому что он просто должен успевать выполнять круга рейс. Конечно, постарались учесть и интересы. Все-таки есть постоянные пассажиры, которые тоже едут на работу, либо в город, чтобы этот сдвиг расписания был таким приемлемым. Помимо этого появился новый школьный маршрут. Теперь детей забирают с остановки кожзавод и довозят до 29-й школы. Об этом попросили родители. Сейчас автобус возит детей с кожзавода только утром. В ближайшее время количество рейсов увеличат. Всего в Магадане развозят школьников из отдаленных районов до мест учебы и обратно – 7 автобусов. В этом году в Магадане родилось на 84 ребенка меньше, чем в прошлом. Об этом говорили на заседании Координационного совета по демографическому развитию в мэрии города. По мнению специалистов, уменьшение рождаемости связано в первую очередь с большим количеством абортов. Общая смертность населения в городе выросла почти на 2%. В большинстве случаев в жизни магаданцев работоспособного возраста уносят болезни системы кровообращения. В первую очередь в последнее время у нас несколько снизилась активность профилактической работы, разъяснительной информационной работы для широких слоёв населения о первых признаках инфаркта миокарда, о необходимых и при инсульте, необходимых действиях. То есть здесь, конечно, одними силами медицинских работников справиться невозможно. Кроме того, по мнению специалистов, в большинстве случаев смертность магаданцев работоспособного возраста наступает при онкологических заболеваниях. Судебные приставы Магадана отмечают профессиональный праздник. Федеральная служба имеет отличительный знак – билет зелёного цвета. Однако получить его могут только наиболее профессионально подготовленные специалисты, которые сдали экзамен. Кроме того, успешно прошедшим данное испытание вручается боевой нож «Комбат» – наградное оружие. В Магаданском управлении службы судебных приставов сегодня приняли присягу 8 новоиспечённых сотрудников. Я Маслова Мария Евгеньевна, вступаю в ряды федеральной службы судебных приставов. Вестигая на верность народу России закон, торжественно клянусь. Почётные грамоты и благодарности за добросовестное исполнение служебных обязанностей и заслуги его обеспечения установленного порядка в этот день вручили 14 специалистам. Ещё шесть сотрудников получили медали за образцовую службу. На исполнение Магаданской службы судебных приставов в этом году с начала 2018 года находилось более 89 тысяч исполнительных производств. Только за коммунальные услуги горожане должны более 2 миллиардов рублей. При этом могут описать домашних животных как имущество должника. Подобная ситуация случилась в Приморье, где долг в размере почти 17 тысяч рублей с коммерсантом был взыскан благодаря щенку Хаске. Судебные приставы решили описать его как имущество. В связи с этим долг был оплачен полностью. 3 ноября в Магадан приедет знаток элитарного клуба «Что, где, когда» Михаил Скипский. Он двукратный обладатель «Хрустальной совы» и «Хрустального атома» и лучший тренер Международной ассоциации клубов «Что, где, когда» 2008 года. В Магадане он проведёт игру среди школьников и семинары для команд и их руководителей. У нас пройдут два семинара. Один семинар для команд, тех именно играющих, да, и как играть, как нужно правильно искать в вопросе подсказки, да, и, конечно, для руководителей, как правильно тренировать команду, чтобы команда занимала призовые места. Знатока пригласили в Магадан в рамках проекта «Проинтеллект», который выиграл уже второй президентский грант на развитие интеллектуального движения на Колыме. Это почти 500 тысяч рублей. 3 ноября игра состоится в Северо-Восточном государственном университете, а семинар проведут в военном спортивно-техническом центре «Подвиг» 4 ноября. Северо-Восточном государственном университете МТК-видео принимает сюжеты от жителей города и области. Присылайте ваши работы на номер WhatsApp 8-914-859-90-60. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова